Отчитаемся за каждую копейку. Организаторы Дома Радужного Детства вновь просят о помощи неравнодушных граждан. На достройку здания не хватает 8 миллионов рублей. Мы посмотрели, на каком этапе находится строительство дома. Тут кирпичик, там брусок. Организаторы благотворительного центра с трепетом следят за продвижением строительства. В благое дело вложено уже 24 миллиона рублей. Закуплена большая часть оборудования, которое поможет облегчить страдания неизлечимо больных пациентов в последние месяцы их жизни. Тем не менее, здесь не любят слово «хоспис». В понимании большинства россиян это дом смерти. Основная задача будущего центра в другом. На промежутке жизни еще можно помочь. Можно помочь эффективно, правильно, полноценно. И как раз наш центр палеотивной помощи делается для этого. Вот эта обязательная программа наша трех-пятинедельного пребывания в нашем палеотивном центре семьи – это обязательное условие для каждой палеотивной семьи. 200 семей в год должны пройти через этот центр. И здесь мы научим, поможем, покажем, как ухаживать за палеотивным ребенком. Всему этому врачи палеотивные службы обучались в Германии. Признаются, в России даже не знают о том, чем Европа пользуется уже давно. И дело не в медикаментах и уникальных методах лечения. Абсолютно другой подход к этим детям. Считается по наитию, что это дети обычные. На их болезнь обращается меньше всего внимания. То есть их также воспитывают, их также кормят, их также обучают. Также все семейные взаимоотношения. Но при этом делается некоторый маленький такой акцент, что все-таки они не все могут. И вот то, что они не могут, им помогают. Ожидается, что центр сможет одновременно принять до 10 маленьких пациентов. В год до 200. Всего же в помощи сегодня нуждается около 300 семей с тяжело больными детьми. Поэтому пока идет строительство спального корпуса, в доме Радужного детства будут принимать на так называемую социальную передышку. Семьи доставят в уже отстроенный административный корпус. Обеспечат питанием и всем необходимым для ухода за ребенком. В борьбе с недугом важно суметь пережить трудности и сохранить семью. Светлана Подберезни, Евгений Русенко. Новости здесь. Омск.